Последние три видео мы с вами активно занимаемся тем, что делаем теплые полы в нашем доме. И сегодня у нас уже готова вот такая вот часть. Есть специальный плейлист по теплым полам, в котором я выложил все видосы по этой теме. Советую посмотреть хотя бы несколько роликов. Заливанием полов не ограничилось. Я вырвал все маяки сегодня и решил, что сверху пола надо налить прям буквально 2-3 миллиметра наливайки. Это было бы, ну, прям круто. Ну, а чтобы ее купить, мы вот придумали с детьми вот такой вот хороший, интересный ход. Так вот, мы сейчас заработаем денежек и зальем полы. И будет очень красиво. Мы уже приехали в какую-то деревню. И здесь вроде как принимают железо по 13 рублей. Вот это база. Так, было у нас тонн на 990, общий вес машины с прицепом. Сейчас узнаем, сколько стало. Держите. Не отходя от кассы. Получилось у нас 2400 рублей. Ваш заработок. Остальное на наливные полы. Так, взял, в общем, грунтовочки. Три десяточки. И выравнивающийся. Что я вывел для себя главное за момент заливки, если вы видели предыдущие два ролика? То, о чем я еще не говорил. Первое. Маяки выдергивайте на второй день. Вот этот маяк я уже выдернуть просто не могу. Мне надо все перфорировать, выдалбливать. Но я посчитал, что он уже не поднимется, так как здесь все уже село и засохло. И он не сильно уши выпирает. То есть для кафеля он проблем никаких не создаст. И вот так и оставлю. Но вы напишите, если это неправильно. Так, и второй момент. Когда вы заливаете полы, ну, тянете провила, то и дело бывает, что остаются какие-то огрехи. Я советую на следующий день, сразу же после заливки, взять вот такой вот шпателек. И просто пройти в места, где вы видите, что есть какие-то проблемки. Ну, к примеру, вот. Сделать это через несколько дней после заливки будет уже проблематично. Так, братцы, 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 друзья мои, друзьяшечки, друзьяшки. Вы меня спрашивали, я вам, конечно же, сейчас покажу, что мы качаем. Смотрите. Привет, пчелки. Вот он, вот он, этот готовый медок. Сейчас вы увидите, друзья, то, что вам приезжает в посылочках. Оба. И как это, собственно, происходит на пасеке. Смотрите. Вот так она извлекается, рамочка. Оба. Вот так она трясется. Вот так он выглядит, в общем, медок, который я вам отправляю. Смотрите. Вот. Вот. Вот, вкуснятина. Если кому надо, пишите, вот такие соты могу тоже отправить. Я их все равно обрезаю. Забирай эту рамку, обрезай соты. Мы ребятам, вот этим ребятам мы сейчас отправим. Подожди, я тебе еще одну дам. Тут их прямо куча. Я просто не знаю, куда их в таком виде ставить. Все, две унесешь? Нет. Мы убрали уже все основные ошметки. Съездили, сдали весь металл сегодня. Дети заработали себе какую-то монету. Они сейчас копят на квадроцикл очень активно. Я им очень хочу его купить. Но я с ними договорился по системе софинансирования. Если они накопят 30 тысяч, то 30 тысяч накоплю я. И мы купим им квадрик. Потому что они прям мечтают о нем. Сейчас пропылесошу хорошенько весь этаж. Женя замажет, наверное, штробы. Может мы вместе с ней это сделаем. Потом все это дело хорошенько прогрунтуем. И после чего зальем наливные полы. Слушайте, еще вот такой вопрос. Я не знаю, что это такое. Мух в доме миллиард просто. Я не связываю это с тем, что мы открывали двери, когда заносили сюда песок для заливки полов. Что-то здесь не то. Может с вещами с какими-то занесли. Может они в песке. Я правда не знаю. У меня сейчас возникло несколько таких моментов. Правильно ли я делаю. По-хорошему можно сейчас взять весь пол и загрунтовать. А потом уже замазать все штробы. Но я принял решение, что, наверное, правильнее будет пролить штробы водой сейчас. Зашить их клеем для пеноблока. Для чистого бетона. Я вот пачку клея сейчас приготовил. Геркулеса. Заделываю штробы. И потом уже весь пол, когда это подсохнет, буквально там пара-тройка часов, весь пол грунтую. И заделываю уже его наливными, самовыравнивающимися полами. Так мы и поступим. О, Джейкоб. Так, грунтовочка. О, у меня возникла шикарнейшая идея. Вообще, по моему мнению, вот эти лишние телодвижения с полом, они необходимы еще для того, чтобы в процессе, пока вы пылесосите, грунтуете, что-то еще делаете, вы выявляете необходимые косяки. То есть, где-то наплывы, где-то что-то надо срезать, добавить, убавить, убрать. Как минимум, эти процедуры нужны для того, чтобы выявить недочеты, которые можно еще ликвидировать. Так, теперь замешиваю плиточный клей. Можно клей для ячеистого бетона, да хоть что. Можно даже просто раствор. И буду замазывать штробы. Возможно, полы можно было залить заодно уже и наливайкой. То есть, все эти штробы. Но я подумал, упаковка наливайки стоит 500 рублей. Упаковка клея для ячеистого бетона или для керамики стоит 220 рублей. Дети уехали, жена уехала, все уехали. Кот вышел на улицу, никто мне помешать не должен. Я сейчас залью. Ну и все. И как раз за 4 часа это все подсохнет. А сначала хотел сделать эти ботинки специальные, которые на платформе для того, чтобы... Ну, из гвоздей, чтобы по ним ходить было удобнее. Но думаю, что обойдусь без них. Ну, на крайний случай сланцы помою потом. Вот. Ну, в общем, начинаем. Так, пару слов про приготовление смеси. Вот в этом бедре сейчас 8,5 литров. Оно 10-литровое, если полностью, и 8,5, если вот так. Проверил я это просто. Взял канистру из подгрунтовки и не долил как раз 2 литра. Она 10-литровая. Теперь я воду выливаю в бак и смесь уже потом помещаю в смесительный бачок. Вот. И размешиваю. Не наоборот, ни в коем случае. Я, честно говоря, даже не думал, насколько это вот надо быстро все делать. Друзья, чтобы не было никаких недопониманий, пожалуйста, отнеситесь вот к моей работе сейчас не как к наливным полам, а как к просто временному решению для того, чтобы не было пыли на стройке. Это пока временное решение, чтобы не было пыли. Полы выравнивать мне не надо, так как эти полы выровнены по маякам. Они идеально ровные. Здесь будет потом кафель укладываться, и никаких проблем я, собственно, не вижу. Все, времени очень мало, раствор уже готов, надо выливать. Купил игольчатый валик, он лежит. Но здесь он вообще не нужен, потому что стяжка прям 0-0 повдоль. П Tinок копил игольчатый валик и парнем. С 생각이 неaby. Закончили там с наливными полами Там теперь классно, здорово Сейчас кухню перенесем вниз Будет просто шикардосно Но у нас остался незакрытым вопрос Санузлан на втором этаже И подвала Вот эта замечательная комната В которую скоро заедет газ Скоро заедет котел Скоро мы все установим Будет видос обязательно Но сейчас нужно натянуть теплые полы Нужно установить коллектор Изначально я хотел поставить его здесь Коллектор теплых полов Но принял решение, что оптимальный вариант И он будет в прачечной И мне будет удобнее по заливке Я смогу сейчас сделать котельную Прачечную Передохнуть И уже добивать остальное Подавать ведра мы решили Что будем через окна И еще один момент Который вы часто спрашиваете В комментариях Вы мне пишите Денис, а как же ты Собираешься питать теплые полы Если ты не поставил узел подмеса Ну с насосной группой На коллектор Друзья У меня в доме Два коллектора на теплые полы Вешать на каждый узел подмеса Это дорого и неоправданно Поэтому я принял простое решение У меня будет гребенка И на гребенке будет насосная группа Прямая для радиаторов И с трехходовым клапаном Для теплых полов Вот так все просто То есть два канала На теплые полы Прямая группа И третья насосная группа Пойдет на баню Но баня пока не планируется В ближайшее время По финансовым соображениям Поэтому баньку мы чуть позже запилим Сейчас наша задача Поставить этот коллектор Натянуть теплые полы И начать уже заливать их в подвале Ну то что душа поет Я вам уже говорил не раз Потому что свой дом Ладно Я уверен вы по мне Это все видите по моему настроению Усталость есть Я ее не буду даже скрывать Но позитив Вот тот настрой Который То к чему я шел Все эти восемь лет Оно сейчас начинает проявляться И потихонечку По кирпичикам Выкристаллизовываться Я уже Например заливая полы На первом этаже Уже вижу что Осталось то вообще мелочи Осталось Отштукатурить стены Я имею ввиду Декоративной уже штукатуркой Потому что черновая Это сделано Осталось натянуть полы Керамогранитом И осталось натянуть потолки Все Под потолком Осталось придумать Либо это будет просто натяжка Либо это будет какой-то Парящий потолок Либо гипсокартон Мы пока не решили Потолки я не трогаю Почему? Там серьезная будет вентиляция Умная Интересная Я пока еще не решал И не думал Я просто оставил для этого шахты И там много коммуникаций По электрике По слаботочке Еще охранка Пожарка И так далее Очень много чего там еще не стоит И все это нужно В потолок интегрировать Поэтому я туда пока не лезу И не закрываю Да я думаю мы перезимуем И мы с такими потолками Ничего страшного Все Друзья Давайте Хватит заболтался Начинаем работу По установке нашего коллектора Субтитры сделал DimaTorzok